Здравствуйте! В эфире «Удачный сезон» на канале ТВК. С вами Сергей Глазинов. Сегодня биолог Липецкого магазина «Природа» Олеся Балышова расскажет о том, как на своем участке, наряду с Альпийской горкой, создать Версальскую клумбу. Как отличить принцессу от простолюдинки? Вы знаете, при помощи горошины. А как отличить то, что вы настоящая леди? Ну, по происхождению или в душе? Это определяется по наличию в вашем саду Версальской клумбы. Версальская клумба отличается тем, что цветы на ней цветут все лето, при этом они не требуют выращивания рассады. Версальская клумба, как правило, округлой формы, и в середине возвышается фонтан из космеи. Современная Версальская космея весьма разнообразна. В середину Версальской клумбы мы посадим космею махровой. Цветы у нее самые крупные, более 12 сантиметров. Следующим рядом, после космеи махровой, идет космея ракушка. Она также достаточно высокая, высотой метр двадцать, но лепестки у нее совершенно в другой форме, в форме ракушки. Чуть ниже высотой, буквально на 30 сантиметров, идет космея пикоти. Она располагается дальше, также по кругу. Впервые появилась космея, которая всего высотой 50-60 сантиметров. Она будет уже располагаться четвертым рядом. Наш круг из космеи будет замыкать самые низкие из всех космеек – космеи-лисенок. Итак, мы образовали фонтан в середине Версальской клумбы из космеи. Но поскольку мы говорим о настоящей леди, и настоящая леди никогда не стареет, следующее растение, которое будет в этой клумбе – это агератум. Агератум – это нестареющий цветок, потому что, сколько бы он ни цвел, на нем никогда не видно отсветших бутонов. Агератум также, как космея, высевается прямым посевом в грунт, без выращивания рассады. Следует помнить, что семена у агератума очень мелкие, поэтому мы их землей не присыпаем. Итак, мы образовали клумбу из космеи, подбили ее агератумом, и, наконец, нам надо сделать бордюр у этой клумбы. Для бордюра мы возьмем простые цветы – львиный зев и бархатцы. Если вам очень хочется посадить очень крупные бархатцы, но заплатить за это очень дешево, тогда следует выбрать сорт купидон – лимонно-желтый и купидон – оранжевый. Высота бархатцев всего 25 см, а цветок в диаметре 12 см. Ну уж если не посадить, но хотя бы увидеть в глаза, даже на каждой лепчанка бархатцы тонколистные. Это крайне необычные бархатцы. Они не махровые, не крупные, но зато они образуют целую сферу цветов. Самое холодостойкое растение для версальской клумбы – это львиный зев. Предлагаем вам выбрать львиный зев карликовый. Он высотой всего 20 см, выдерживает до минус 5 градусов, и самое необычное – то, что он пахнет розами. Мы подобрали с вами растение для версальской клумбы. Хочу обратить ваше внимание на то, что все эти цветы высеваются прямым пассивом в грунт. Поскольку настоящая леди, как правило, много ничего не делает, но должна быть в цветах, она делает примерно так – высыпает семена в ладонь и сдувает их на клумбу. Если вы все еще ломаете голову, какие подобрать вам цветы для альпинария, или как вам вырастить рассаду в вашей душной темной квартире, бросьте это занятие, поспешите за семенами для версальской клумбы и чувствуйте себя все лето настоящей леди. Ну а на сегодня это все. Спасибо за внимание. Удачи вам. Увидимся. Теплицы и парники Агродом. Телефон 39 06 05.